друзья всем приветик сегодня хочу с вами написать снегиря акриловыми красочками какой же какая зима без снегиря да у нас снегири это птички зимние холстик у меня небольшой я взяла 10 на 15 то есть можете писать на чем угодно что такое вытянуто холстики это у меня маленькие они вообще как бы акварельные считаются написано было но я буду работать по ним акрилом и так приступим сначала сделаем рисуночек карандашный так наметим для начала нашего снегиря значит выше головушки нас должно остаться чуть больше места где-то вот здесь намечаем себе линию и снизу ну чуть чуть меньше чем здесь должно остаться то есть ну приблизительно вот так такие засечки поставили это верх-низ нашего снегиря дальше по краям где у нас будут заканчиваться хвостик смотрю у меня уходит вот сюда прям но я не буду прям сам хвост и я намечу вот где его именно тельце заканчивается примерно вот здесь а спереди мы всегда оставляем неважно это портрет либо животное либо птичка какая-то вот у нас он здесь прям боком да так повернут то есть у него мадашка головушка сюда досмотрит он то есть перед лицом перед мордочкой да мы оставляем всегда больше места чем вот но сзади то есть соответственно нам нужно оставить больше вот так это будет его вот это вот пузико то есть по самым широким точкам до верх не смотрим где голова самая выше высшая . да где тельце заканчивается самая нижняя да и по краям вот так засечки себе ставим и сейчас наметим нашу головушку смотрите это наше пузико головушка у нас чуть-чуть сюда смещена значит смотрите что делаем засечки такие вот ставим следим за наклоном этих засечек так здесь чуть-чуть отступила не треугольником делаем где-то вот так пока просто засечками здесь у нас пойдет дальше у нас пойдет линия крыла так вот отсюда сюда потом вот так потом у нас крыло пойдет пошел так как то так тельце здесь хвостик будет так 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 вот здесь вот так здесь у нас будет его тело здесь намечаем небольшой такой треугольничек клюва и вот отсюда такой жирненький снегирек у нас вот так наметили дали ем хвостик хвостик пойдет у нас под таким наклоном туда куда-то уйдет здесь будет темное пятно и вот так вот она туда 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 пойдет как бы так вот ступенчик ступенчиками ступенечками господи заговариваюсь пойдут перышки так теперь чуть-чуть смягчаю головушка закругления какие-то делаю вот так здесь крыло здесь тоже перышки пойдут вот так вот ступенчато так здесь наклон у крыла где-то вот так будет закругляем вот этот стык наш да вот треугольник черточки были вот отсюда примерно выхожу иду вот так вот так вот так и под под клювик вот он клювик у нас здесь под клювик сюда ухожу это черная полоса будет головушка треугольничком вот окна мечу клювик верхняя часть клюва чуть-чуть подлиннее это покороче здесь у нас вот так пойдет где-то над вот этой макушечкой здесь намечаем небольшой глазик небольшой глазик дальше теневая у нас пойдет вот отсюда такое как бы темное пятнышко если вот так слегка себе наметить то вот в общем так приблизительно да на что напоминает голова наша форма головы птички как бы вот ну глаз бы мы рисовали да вот форма глаза то есть что-то приблизительно как бы но ассоциации такие потом теневая темненькая часть пойдет сюда вот тут где-то немножко здесь будет приблизительно заканчиваться красный такой белосеренький тут здесь где-то у нас будет немножко лапка видна его так вот так вот такой вот что-то такое у нас получилось так такие чуть-чуть по длине делаю и одно перышко вот такой прям длинная а хвостик уже туда пошел дальше здесь у нас будет такая какими так вот интересными формами намечаю тут будет рябинка присыпанная или калинка что-то такое снегом здесь кусочек будет виден вот здесь немножечко референс я нашла он акрила ой акварелькой нарисован а я хочу сделать акрилом так веточка на которой сидит наш снегирек и вот она идет вот сюда сюда там потом все прорисуем вот так вот как нибудь интересно красивым намечаем эти веточки ребенке тут поменьше что-то вот так достаточно теперь будем работать красочкой и такой немного страшненький снегирек сейчас я возьму друзья мои вы такие синтетику кисточки плоскую и более такую кругленькую посмотрю может мне их хватит а может еще что-то возьму так палитра . сейчас я размещусь чтобы видно все было и я выдавлю сейчас на палитру красочки это соответственно белила белила титановые голубую фц так краски видно все видно да голубая фц немножко нам ее для фона надо там в принципе немного так мы пока вот эти вот красочки дальше потом будем или давайте сразу наверно выдавлю красненький чтоб потом фон время не терять так возьму сразу красный светлый так ну и поехали тряпочка водичка соответственно все это держим рядышком беру плоскую кисточку беру белилки добавляю в них немножко голубой какой нам нужно получить фон нежный голубой по чуть-чуть добавляю фц и закрываю наш фон таким вот голубеньким цветом короткими мазочками я заполняю в разных направлениях где-то они оставляю я их более такие постулы зная потому что работа маленькая да как бы выглаживать там что-то аккуратно но хочется чтобы поинтереснее было что-то и вот так в разных направлениях прям вот выкладываю выкладываю красочку вот так заполнила дальше под снегирёчка можно сделать чуть-чуть потемнее так здесь у нас снежок будет хотя мы можем вот как бы не обходить вот эти все рябинки до дождаться пока акрил подсохнет и потом уже смело рисовать но как бы мне все таки так чтобы рисунок не потерять для себя я все таки стараюсь их не совсем идеально прям да я же и наметила их тоже но не четко как они будут так приблизительно поэтому я их чтобы рисунок не потерять обхожу так веточки могут сверху прорисуем где-то добавляю чистые белые прям мазочки вот так беру и вот так вот чтобы живописным к было где-то мерцаю так более светлые белые мазочки так здесь снежок там снежок вот хочу вот так добавить вот таким образом теперь я беру красненький прям чистый красненький и начинаю его втирать вот тут вот то есть я хочу тем самым дать ощущение что там вот где-то вдалеке то есть не только у нас здесь рябинки до растут а там где-то далеко тоже рябинки но как вот есть фотографиях до эффект такой когда в кадр не попадает до такого она размытый дальний план получается вот что-то типа этого что они там где то есть но они не в фокусе вот так скажем красненький голубая фц таких фиолетоватых можно тоже кое-где и вот делаем их растягиваю так кисточку протру сухой кисточкой начинаю создавать им вот это вот туманное состояние что они где-то там у нас далеко лишь слегка улавливается на что там что то есть пока красочка свеженькая она перемешивается с голубым так вот интересненько тут слегка такого что-то вот что-то такое создали так белила голубой вот тут я пропустила так у нас пойдет где-то вот так снежок потом вот так вот это тоже таким вот голубоватым да под крыло здесь такой вот зацепила фиолетоватым красноватый тоже таких морочков нанесла уже интереснее фон да у нас стал если где-то сильно да к примеру там краснит можно более светлым вот так вот поверх когда чуть-чуть красочка уже станет вот приглушить это все дело и сделать менее такого контрастная более спокойно и вот сверху добавляю какие-то окошки просветы опять вот это небо да наверное или возможно где-то там снег лежит белилки белилки голубой вот такое интересное дело создали дальше дальше давайте сделаем теневой снег вот для этого нам понадобится красный и голубая ц с белилками такой вот фиолетовый и там где вот эти вот наши ягодки да на них будет лежать снег и вот они отбрасывать будут теневую то есть где-то вот около ягодок вот так вот такими мазочками как бы тут чуть-чуть что-то так вот как будто кисточку я просто вот вытираю да там вот как он лег так лег что вот у каждого по-своему получится естественно здесь тут какая-то теневая здесь вот сюда под брошу ну чтобы он у нас был объемненький этот снег вот тут что-то теневое там виднеется здесь под снегирьком тоже какая-то теневая тут веточка на ней снег и там тоже немного теневых моментов над ягодками вот здесь тоже прокладываю что-то такое нанесли дальше я намечу сами ягодки я возьму черный добавлю на палитру немножко черного черный у меня в баночке поэтому приходится мастихином доставать красненький и капельку черненького таким довольно таки темным цветом я нанесу основу тоже создавая какую-нибудь красивую форму как вот они у нас там будут потом до края закругляю стараюсь ягодки круглые же у нас и вот так вот можно круговыми движениями накручивать и получится как бы такое не особо правильная до такое более естественное такое хаотичные пятнышки здесь вот так вот так какую-нибудь такую красивую грузочку здесь сюда вот так опущу дальше вот здесь немножко потом вот здесь чуть-чуть видно совсем капельку ягодок под снегирьком вообще там пару ягодок маленькая груз . и то есть не бойтесь сделать эту подложку сейчас под ягодки такую темную так как у нас на темном красные ягодки до спелые они будут смотреться ярче на темной подложке это будет соответственно красивее ну вот что то такое и теперь я наверное сделаю снежок снежок я сделаю добавлю себе умбру натуральную беру белилки капельку вот этой умбры такой вот тепленький снежок у нас будет и я начинаю выкладывать снег вот так вот прям как вот у нас нависает до над груздочками тиме сюда где-то пойдет так вот здесь как-то подлежать вот так вот здесь в края картины добавляют чуть больше умбра чте более такой теплый потемнее как бы специально я затемняю до чтобы как бы центр композиции у нас здесь все внимание сюда на снегиря и чтобы наши края как бы взгляд не блуждал по всей работе и вот художники используют хитрости то есть приглушают какие-то объекты которые не так важны и более яркие более контрастные делают то что главное куда нужно внимание зрителя привлечь такие приемы ими надо пользоваться такие картины всегда выигрышные тут можно под снегирьком проложить чуть-чуть как бы того снежка так здесь на рябинках снежок на этих также кисточкой видите я кручу вращаю такие мазочки снимаются красочка с кисточки не как-то правильно а вот наоборот вот так вот интересно как-то еще возьму белилок белилки умбра на вот этих гроздочках тоже снежок слюри стало м Вот что-то такое интересное сделали. Пускай пока подсыхает, потом, если что, еще поработаем. Сейчас сделаем нашего снегиря, потому что непонятно, да, как бы белое пятно этого снегиря. И не ясно, насколько у нас все, да, еще тут что добавить, что наоборот сделать, может фон как-то светлее сделать. То есть сейчас мы его добавим и будет уже виднее. Так, я беру уже кисточку потоньше, окунаю в водичку и начну я, наверное, с черных мест. Так, прорисую его головушку. Здесь у нас клювик пойдет. Клювик и головушка у него черные, поэтому мы их тоненькой линией отделим, потом беленькой. То есть я себе, чтобы рисунок не потерять, вот так немножко оставляю, как бы, такую непрокрашенную полосу, чтобы, да, видно было. Здесь у нас чуть-чуть вот так вот сюда он изгибается. И вот эту часть, глазик тоже вот так вот обойду, оставлю маленькое такое пятнышко. У колоклёва здесь оставлю тоже такой вот намек. Полосочку. Так, под клювик у нас уходит темная часть перышки. Здесь у нас уже такая, перышки более серенькие, но вот я пока закрою сейчас вот черным. Вот этот край неровно делаем. То есть он у нас как бы, да, вот так вот идет в форме глазика, как я говорила, но неровный. Сюда пойдет вот так вот темнота такая вот неровная. Интересненько как-нибудь так кисточкой подергивайте. И вот здесь тоже небольшая вот такая дуга. Сильно не изгибайте ему спинку, чтобы он горбатым не был. Вот наметила. Теперь беру белилки, немножко-немножко. И вот уже по этому черному, пока он у нас еще не высох, перемешиваю черный с белым. Получается серенький. И получается он, интересно, где-то светлее, где-то темнее. Здесь прям такое довольно-таки светлое серое пятно я вижу. Около крыла, так как крыло у нас будет прям совсем такое черненькое. Нам нужно его подчеркнуть, чтобы оно у нас не сливалось со всеми остальными перышками. Где-то серенького по верху по голову ушки добавлю. Дальше. Тоненько обрисую вот так вот клювик. Вот эту перемычку, да, разделение, как бы. Так, глазик. Сейчас возьму черный. Вот тут у нас будет вот так зрачочек его. Потом беру беленький, прям на самый-самый краешек. Вот так вот. Оп. Поставлю беленький. Даже, видите, я не полностью его обрисовываю. Я показываю вверх, там, где глазик у меня идет. Снизу чуть-чуть его очертила, показала. Как бы, где он заканчивается, да. И вот беру прям, чтобы такая вот маленькая капелька была, блечок. Вот здесь аккуратно-аккуратно. Такой вот небольшой блечок в глазике. Такими вот остатками краски. Вот такой глазик получился. То есть не надо его прям полностью обрисовывать. То есть достаточно чуть-чуть-чуть показать намеки. Голубоватым цветом. Вот тут чуть-чуть подрежу. Клювик. Чёрным вот здесь. Белую полосу потоньше. Вот такой наклон, видите, какой у клюва. Там, где они получились, эти полосы очень толстые, можно их подрезать обратно чёрным. Они должны быть, ну, не жирные такие, а лишь слегка намёк давать, что-то вот, ну, раз, клювик, да, этот, как бы, так вот сюда беленького добавлю немножко. Ну, вот так вот хватит пока с клювиком. Давайте продолжим дальше. Беру чёрный и намечу наше крылышко. Здесь у нас вот так закругляется. Идёт сюда. Здесь закругление. И вот сюда оно у нас идёт. Помните, да, я говорила, мазочки наносим по направлению тех предметов, как вот они у нас идут. Так, и здесь вот эти вот ступенечки раз, раз, вот так, оп, мазочками нанесли. И вот одно пёрышко, оно такое прям, 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 прям вот сюда идёт. У крылышка. Вот, нанесли. Чуть-чуть белого добавлю какой-то такой серости. Тоже скучно же, да, когда оно просто такое всё чёрное. Вот здесь добавлю немножко. И вот сюда добавлю тоже какой-нибудь плечок по крылышкам. Ну, так, поинтереснее. Плюс направление вот этих мазочков, да, мы показали, что крылышко у нас как бы туда идёт. Дальше, пока мы работаем с чёрным, сделаем хвостик. Вот здесь ещё надо будет снежок проложить. Так, хвостик. Хвостик у нас мы там крайне видим. Вот здесь вот так у нас уже идёт. Здесь как-то интересно. Основные пёрышки как-то сразу в хвостик. Что-то такое. Здесь тоже, видите, неровную границу делаю, а так вот как бы, ну, такими мазочками. Вот, пришли сюда. Здесь, чтобы крыло с хвостом не сливалось, тоже добавлю каких-нибудь таких сероватых оттенков. То есть всё для того, чтобы как бы его было видно, да, скажем так. Так, теперь я возьму чёрный в наш вот этот умбра. Умбра белила. Чёрный такой, видите, получается серенький, тёпленький. Вот так назовём его. И вот здесь пёрышки, там внизу, вот такого тёпленького оттеночка. Кисточка, вот эти вот ворсинки, видите, помните, я говорила, что обращайте внимание, как вот движется кисточка. Как раз я вот начинаю, да, и она, видите, прерывистая, как будто вот там создаётся сразу уже имитация для маленьких этих пёрышек. Вот сюда пойдут такие оттеночки. Здесь чуть-чуть вот так подлиннее. Здесь какое-то такое пятнышко. Вот сюда. Вот здесь чуть-чуть добавляю даже легонечко. чёрненького. Внизу его оттеняю. По грудке у нас вот здесь по краю пойдёт. Здесь она будет красная, но я проложу уже поверх чёрного, красный. И тогда он у нас будет такой вот потемнее, как бы теневой красный. вот так по краюшку проложила. Здесь чуть-чуть потолще. Вот такой жирненький снегирёк у нас получается. Вот тут чуть-чуть остатками краски добавлю. Вот так вот. дальше этот же оттеночек больше белил. Короткими мазочками, напоминающими пёрышки по форме. Вот как вот, да, вот так у нас тело идёт, вот так изгибается, так и мазочки вот наносим, как бы повторяя тело его. И главное, короткие мазочки. Так, у нас вот сюда ещё такой оттеночек тёпленький идёт. Заходит под крылышко. Вот здесь можно немножко вот так добавить. Всё, дальше у нас пойдёт красненький. Но вот здесь я ещё хочу, чтобы тоже не был он скучный, да, какой-то такой однородный. Добавлю где-то моментов более белёсых. немножко. Вот здесь можно вот здесь чуть-чуть показать. и теперь я возьму красненький. Красненький, наверное, пока в чистом виде возьму. И вот так вот я заполняю грудку нашего снегирька. Захожу на чёрный этот наш. Вот он подмешивается, и получается грудка такая теневая. здесь границы вот этой чёткой нет, поэтому я так, как бы мне взять вот так наношу и чуть-чуть пальчиком вот так вот растираю. Так, и сюда мы идём. подходим к светлому нашему. здесь тоже оно как-то так конкретно не заканчивается. Вот так вот можно границу, стык чуть-чуть поперемешивать. как бы чёрненького. Вот, оттянили. Возьму чуть-чуть белилок и вот здесь немножко красненький высветлю. Вот так достаточно сильно не буду. И вот здесь у нас тоже красненькая такая щёчка у него. Закрываю. тоже вот так чуть-чуть прохожу пальчиком. Там, где сильно прямо на чёрное попало, всё это можно сверху подправить. дальше. Чёрный, умбра, красного, наверно сюда такой вот темно-коричневый буквально вот несколько так вот мазочков поставлю намек на его лапку вот таким теплым хочется вот тут добавить еще светленького пятнышка кистью вытираю и вот так вот слегка вот так сейчас смотрю и вижу что глазик мне вот как великоват его чуть-чуть подрежу глазик у него все-таки такой вот но маленький у птичек и хочется мне поставить на клювики где-нибудь вот здесь какой-нибудь блин чук так снег вот здесь вот чтоб пока не забыли кусочек не прокрашены так вот тут немножко можно так вот аккуратненько аккуратненько грудку подсветить прям немножко немножко красочки дальше рябинки я возьму еще краплак красный добавлю себе и и буду наносить рябинки красный с краплаком красным такой получается очень такой красивый красный цвет темный и и буду наверное мне хочется так вот пастозно прямых выложить сейчас попробую как получится прям хочется такими ягодками выложить не полностью прям кружочки я прорисовала так как бы раз выкладываю где-то остается и теневая это какая-то больше выглядывая до ниже 1 на одну там так вот лежат какая-то выглядывает больше какая-то совсем чуть-чуть где-то там так вот здесь немножко видны главное создаем какой-то красивый вот край у них вот здесь по некрасиво выглядывали там темнота дальше вот здесь немножко вот тут ягодки там немножко есть вот тут ягодки то немножко есть вот тут ягодки то немножко есть также под снидерку вот набираю прям видите прям капля краски такая вот и вот хоп вот так снимаю и сильно она у меня вот тут на палитре краска не перемешана то есть где-то вот в мазочке видно больше краплака где-то красного и она ложится вот разноцветно этот мазочек и это естественно красиво но обязательно оставляйте вот эту темную подложку чтобы глубину этой гроздочки показать что как бы ягодок у нас много там тоже теневая вот вот так сделали ягодки теперь нам надо подождать пока они подсохнут на некоторых мы проложим блечочки сейчас наверное сделаем веточки к ним вот возьму наверное умбру и капельку-капельку черного прям прям вообще капельку сделаю веточки так у нас веточка пойдет где-то вот вот отсюда пойдет вот сюда под снегирьку где-то такая вот потолще делайте под лапкой проходим чтобы он у нас не в воздухе сидела на веточке да потолще потоньше здесь она прям носу так веточка изгибается кисточку прокручиваем и здесь пойдут вот так вот уже к самой грозди веточки там где-то за снег уходят они то есть не ведем их сюда да вот сюда вот как-нибудь можно вот так ягодка вот так достаточно я думаю сюда тоже немножко поведем так вот немножко такими легкими легкими намеками так ну здесь там в оригинале как бы нет но я покажу все таки чтобы она у меня не висела просто так добавлять все черного вот здесь тоже дам какой-нибудь легкий намек что у меня оттуда откуда выходит веточка сюда идет тут снегом прикрывается куда-то сюда она пойдет то есть что-то вот такое как бы там в принципе больше такого ничего и нет может все таки чуть-чуть добавить даже не знаю кое-где как будто они там из-под снега веточки немножко видны тогда получше так я возьму наверное еще капельку-капельку желтого думала не пригодится но все-таки я возьму капельку желтого и его добавлю в красный сделаю такой оранжеватый оттеночек и по нашим ягодкам вот кое-где которые такие вот более на свет попадают освещены я добавлю такого оттенка дополнительный объем не на всех на всех не надо это в основном будут те которые вот внизу которые более на свет до попадают вот здесь пускай одна будет вообще вот здесь немножко так вот здесь как бы тем самым мы дополнительно показываем где они у нас там разделяются до 1 ягодка от другой да 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 ну вот тут все достаточно другие тоже теневые тоже должны быть ягодки промываю кисточку делаю острый кончик беру вот так вот окунаю в белилки и на некоторых ягодках я поставлю блечу очки протираю кончик опять делаю остренький опять набираю немножко вот здесь блечу вот где мы свет проложили по ягодка то есть они уже у нас как бы дается намек что они у нас попали на свет да значит по ним логично будет и блечочки проложить правильно а на теневых можно вообще не трогать потому что значит они там на свет не попадают это же блечочки дело какой-то вообще самым пикетном масеньки масеньки какой-то более покрупнее какой-то просто точечка какой-то повторяет ну как поворот вот самой ягодки как-то так вот бликанул достаточно немножко то есть на каждой их не надо делать нет в этом смысла так теперь я возьму белилки 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 а ну-ка попробуй просто белилками снежок этот еще белилки а больше полностью перекрывая до теплый этот цвет он должен остаться ну и хочется что-то такое более по пушистый этот снежок выложить уже более пастозно так вот накладываю чтобы прямо было ощущение снега так тут зашла на хвостик надо будет подправить также у нас так убилила сумброй по вот этой веточки тоже прокладываю снежок прям вот выкладываю с кисточки прокручивая он снимается с кисточки такими вот ощущениями как вот на вид неровной до какой-то линии а вот именно ощущение того что вот он лежит прям вот облепил веточку до массы какой-то вот так здесь могут быть немножко снежка прям по самим ягодка не обязательно именно на них да может и на сами ягодки попадать и какие-то вот так вот присыпать а где-то там раз и потом она опять видна здесь присыпать прям даже насыпать насыпать снежка будь здесь где-нибудь это как бы видно уже да что это не блячок блячок такой не бывает огромный что это у нас все таки снежок вот смотрите более снежно стало так вот здесь еще присыплю снежка так тут да вот вот кисточку смотрите я прям вот боком ложу то есть не как ручку держим пишу а вот боком и вот но выкладываю выкладываю там как вот он снимается сам с кисточки так и хорошо получается такие интересные узоры то есть не особо такие вот правильные заученные да если вы будете специально сидеть так вот тут вернул крылышко кусочек закрылся если вы будете вот так выкладывать этот снежок да аккуратно как-то стараться она будет затем более как-то все одинаково получится а когда вы делаете движение такие вот которые можно так сказать рука дрожит да там какие-то такие вот движения они получаются вот как как раз таки более живыми мазочки такие они не какими-то правильными именно заученными какой-то правильной формы да в них нет то есть так будет даже интереснее так и сейчас знаете что я хочу вот я сейчас смотрю на фон и мне прям хочется его смягчить прям вот взять и смягчить я наверное возьму вот такую тоже плоскую синтетику но покрупнее возьму водички белилки голубенький голубенький что-то уже подсыхает голубенький так очень много голубенького сделаю жиденько как бы лессировочно так еще надо белилок прям очень очень жиденько и вот так вот более крупными как ягодки зацепила так 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 как бы мне взяться вот так вот белилками фактурка вот эту которая выкладывала мазочки она остается возьму даже этот с умброй она остается но хочется знаете такой вот эффект более мягенький все-таки чтобы не было таких прям контрастов и фон был полегче помягче так возьму еще все-таки белил немножко добавлю немножечко и прям вот ну ну чуть-чуть совсем краски и вот втираю распределяю но главное чтобы фон подсох вот у меня он уже в принципе подсох и видите и получается наш красный он где-то там вот до вдалеке мелькает то есть не такой прям сильно яркий контрастные а наоборот такой более приглушенный пастельный так смотрите как классно получается где такая вот фактурка получилось как типа эффект получается с текстурной пастой мы работали на выпуклых частях остается белилок больше и получается как на окне морозные узоры вот что-то такое видите всегда интересно вот живопись это всегда интересно не знаешь что получится вот я как бы даже не собиралась этого эффекта просто мне хотелось мазков да а получилось настолько классно но вы так как смотрите мастер-класс уже в записи то есть изначально вот уже сразу вам говорю оставляйте вот здесь фактурку даже можете специально вот каких-нибудь таких интересных побольше но единственное что делайте знаете маленькие мазочки изначально на фон наносите их будет вот этих преломлений мазков больше и она ну классно получится вот за это я обожаю рисовать что ты как бы никогда не знаешь что получится и получится ли вообще вот иногда не получается и у меня иногда бывает даже такое беру и просто все уничтожаю она вроде бы как бы на мои смотрят дома летой мама классно а мне вот не нравится вот у вас бывает такое прям вот не нравится не могу я на него смотреть и все прям раздражает и уничтожаю такие работы но не всегда бывает сверху там что-то переписываю ну иногда прям вот расстраиваюсь она получается чаще всего идет разочарование того что ты себе в голове что-то придумал до мозг нарисовал рука нарисовала не так и ты ожидал одного а получилось другое так что не ожидайте рисуйте творите она что-то получится ну вот все я думаю хватит как бы вот такой фон мне больше нравится да он такой нежный голубой такой контрастный снегирь на нем получился то есть так вот плева получилось у нас единственное знаете чуть сделаю день единственное единственно сейчас попробую не будет ли лишним светлый фиолетовый цвет теневые вот здесь вот снежки пока белый мне не подсох теневые верну вот эти вот фиолетовый а то как-то уж плосковато да так вот здесь теневой снежок прям так не особо там стараясь как-то его правильно наложить могут где он может быть там преломляться я его так добавлю так вот здесь пускай он смешивается с белым тем самым где-то светлее где-то темнее вот сюда добавлю так синенький красненький и красненький тут можно чуть-чуть а то как-то все прям очень 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 светло не объемненько так вот здесь такая прям просто мазочки беру наношу там коротенькие здесь тенюшечка да по под птичкой так вот здесь отделю фон от снега вот здесь добавлю тени на макушку снега чтобы у нас как бы вот этот светлый он наоборот выглядел по объем не вот здесь под ягодками чуть-чуть так пройдусь так наверное достаточно можно вот здесь под ягодкой чуть-чуть так слегка тирануть как этот объем показать все вот вот так больше он да вот этот белый стал такой прям еще белее давайте покажу поближе вот такой снегирек вот сейчас если получится приближе видите вот вот они вот эти мазочки которая собственно пастозность далее и сверху когда тонким слоем белилок прокладывать они более белые такие вот или получается так вот рябинки сам снегирек вот такая красотень как по мне получилось на этом все друзья ставьте лайк пожалуйста поставьте пальчик вверх вам это не трудно сделать недолго каналу это помогает также помогают когда вы пишете в комментарии не ленитесь напишите оставьте хотя бы смайлик какой-нибудь поставьте поделитесь друзьями этим видео может кто-то захочет тоже до чего-нибудь нарисовать или кто-то хочет научиться рисовать то есть поделитесь этим видео с друзьями пускай они тоже рисуют ну а на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи в новом видео пока пока мои хорошие пока пока